Добрый день! Динамика коронавируса на 23 апреля. Сразу скажу, сегодня неплохой день для России, но впереди несколько объявлений. Сегодня в 19.00 мы с Михаилом Делягиным, вы знаете, такой известный экономист, публицист, политик, обсудим, а чем реально государство может помочь гражданам нашей страны. Потому что из пандемии-то мы выберемся, но чувствуется, влезем в такой экономический кризис. Это знаете, я когда-то голодал 20 дней, и когда я шел на голодание, я сильно переживал, как я буду эти 20 дней и так далее. Если бы все знали ужасы выхода из голодания, вот это был ужас. Отголодать 20 дней ерунда. Вот так же, наверное, как и отсидеть. А вот потом выходить нам будет очень тяжело, и мы с Михаилом Делягиным обсудим сегодня это в 19.00. Он невероятный эксперт, интеллектуал. Как раз я буду ему задавать крестьянские вопросы, а он научным языком нам на них отвечает. Всех жду 19.00. Ну и еще, подписываемся на меня. Сегодня меня все просили обсудить действия полиции в момент пандемии. Через часик запишу ролик. Давайте обсудим, попробуем выработать общую точку зрения. Полицейские правильно действуют в момент пандемии или нет. Ну а теперь к хорошим новостям. Ну, относительно хорошим, потому что болезнь никогда не может быть хорошей. Итак, за сутки заболело 4774 человека. Это 8,23%. Это самая маленькая скорость распространения коронавируса за все последнее время, с чем я вас всех, ребята мои дорогие, и поздравляю. Умерло 42 человека, что тоже рекордно мало, наверное, за последнюю неделю, что тоже является хорошей новостью. Вы знаете, уже в комментариях перестали там заявлять, скажите, кого вы видели, кроме Льва Лещенко, кто заболел и так далее. Вот все уже знают того, кто заболел. Уже многие знают, есть знакомый, кто умер. Есть такое понятие, я с ним знаком через одну рукопожатие, через два рукопожатия, через три. К сожалению, вчера у меня умер знакомый, который знаком со мной через одну рукопожатие. Я знаю его невестку. Она часто бывала у нас в офисе в Москве, мы общались, смеялись вечерами. Иногда все вместе, даже подружка одной нашей сотрудницы, выпивали вино. Вот вчера ее близкий родственник умер. Что могу сказать? Я думаю, очень важно всем, как происходит. Ему стало плохо, его забрали. Два дня он пролежал в обычной палате, два дня пролежал с кислородом, два дня пролежал на ЭВЛе, и вот за шесть дней он сгорел. Ему было 60 лет, но у него был сахарный диабет. Ну, это не значит о том, что все, кто без сахарного диабета, нужно немедленно выходить из изоляции, да? Ну, я просто рассказываю факт, факт из моей жизни. Вот через одну рукопожатие меня уже коснулась смерть. Дай бог, чтобы она вас никак не касалась. Ну, давайте идемте дальше. Выздоровел за сутки 471 человек. Общее количество соотношения вновь заболевших, умерших и выздоровевших всего 13%, то есть на 87% внутренний рост. Мы говорили, что вот об этом надо сейчас как бы смотреть, а сколько людей заболело, а сколько людей выздоровело, да? Вот, к сожалению, пока на 87% людей заболело больше, следовательно, пока все у нас хорошо распространяется. Москва. Москва снижает темпы роста 6,65%, 1959 человек. Это говорит о том, что меры Собянина дают серьезные результаты. Вчера было 2,5 тысячи человек. В Москве за сутки умерли 27 человек. Вообще, пока есть тонкая надежда на том, что наша медицина реально справляется, и все-таки наследие советской медицины – это лучшее наследие. Потому что цифры у нас все-таки заражения большие. Посмотрим, там, с Италией, Испанией, там, Америкой. Мы уже с Италией, Испанией находимся на одних цифрах, да? А количество жертв у нас значительно меньше. Дай бог, спасибо нашим врачам, если эти цифры не поднимутся. Но будем дальше за этим смотреть. Давайте посмотрим, мы решили делать обзор по всем регионам. Самый сегодня черный день, Ямало-Немецкий округ, 94 новых случая, плюс 63% прирост. Челябинская область, 66 новых случаев, плюс 61% прирост. Ярославская область, 65 новых случаев, плюс 28% прирост. Ставрополье, 55% новых случаев, вот тут как что-то югу России совсем не повезло. 19,85. Мурманская область, а мы знаем, что она очень малонаселенная, Мурманская область. 97% новых случаев, 20% прирост. Брянская область, 60 новых случаев, 17,85. Ростовская область, отличилась лучше всех на юге, 71 новый случай, 469 случаев. В общем, 17,83 прирост. Краснодарский край, 58 новых случаев, 12% прирост. У кого идет на сбав количество случаев? Это Московская область, это Петербург, это те, кто стали уже справляться с ситуацией. Вот Москва, Московская область, Петербург, Тульская область и Мариэл. Тех, кого сегодня можно похвалить, и ситуация с пандемией у них улучшается. Что во всем мире? Весь мир как шел, так и идет по плату. 80,663 человека, плюс 3%. Количество жертв сегодня 6,507 человек. Ничего не меняется. Весь мир как шел в этой болезни по плату, так и идет. США. США за сутки 29,287. Такое впечатление, что в Америке просто не то, что опустили руки, но вот как есть, так есть. 30 тысяч человек каждый день, 2 с лишним тысячи каждый день трупов. Вот новых скончавшихся, 2,338 человек. США, я как понял, эту битву проиграла. Я думаю, их система здравоохранения должна после всего этого делать гигантские жизненные выводы, что они не смогли защитить свою страну. Испания, 4211 человек, смертей 435. Да, смертей уже не 600, не 700 и не 1000, как было в Испании, но 435 жертв в сутки, к сожалению, Испания уйти не может. То же самое Италия. 3370 вновь заразившихся, 437 человек умерло. Поверьте, мы уже 2-3 недели говорим эти цифры, что всего лишь 4 тысячи заразившихся, а умерло 437. То есть фактически они так и находятся на 10% смертности, но если верить официальным цифрам, которые внесены во все официальные данные. Украина, 578 человек плюс 8,76%. Впервые Украина скорость заболевания на долю-долю выше, чем в России. Не радуюсь ни в коем случае, дай бог братьям украинцам здоровья. Новых жертв на Украине 13 человек. Интересные факты за сегодняшний день. 47 целых процентов выявленных новых заболеваний в России бессимптомно. То есть человек, когда у него выявили заболевание, то есть он был контактным, выяснилось, что он болеет. И 47 процентов людей об этом не знали. Более 80 процентов заболевших в Москве, люди моложе 65 лет. Так, что еще? МВД, РФ не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы. А куда их депортировать? Поезда стоят, самолеты стоят. Мне все говорят, вот чужих кормим, налоги с них не берем. Ребят, есть какие-то варианты? Мы сами приглашали эти миллионы граждан, которые мыли наши улицы, работали на наших стройках, убирали наши квартиры. У меня у самого молдаванки убирали мою квартиру в Москве, да? И что теперь с ними делать? Назад мы их отправить не можем, нету никаких транспортных логистик, да? Платить нам нечем. Давайте с них еще и налоги возьмем или что? Или выведем на Красную площадь, будем всех расстреливать? Я полностью поддерживаю и считаю глупо сейчас пытаться на наших братьях по СНГ отрываться и говорить о том, что валите отсюда. Хотя понятно, что те тоже творят. Уже есть первые стычки, потому что представьте, миллионы голодных людей, находящихся в нашей стране. Но это же мы наделали. Так, что еще интересного, да? Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Ну, наверное, на сегодня все. Большое спасибо. Жду сегодня всех в прямом эфире. Поговорим. 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 Поговорим.